Так ли, выдающихся мастеров Александринской сцены, монологи в царском фойе. И вот через несколько секунд Николай Сергеевич в нашей студии. Мы с ним о премьере обязательно поговорим. Дорогие друзья, как я вам и обещал, это правда огромная удача и радость, что Николай Сергеевич Мартон сегодня в нашей студии. Доброй ночи, Николай Сергеевич. Доброй ночи, здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам заглянули. Правда, мы когда созванивались, договаривались об этом интервью, я, честно говоря, не был уверен, что вы сразу согласитесь. Но вот так получилось, что у вас нашлось время. И слава богу, что этот разговор сегодня происходит, потому что вообще Николай Сергеевич, я вам должен сказать, это хранитель, это легенда, это хранитель театральных традиций нашего города. Человек, который прослужил в Александринском театре, я даже не знаю, боюсь посчитать, сколько лет. 57. 57 лет Николай Сергеевич в Александринском театре. Его голос мы слышали на радиостанции Нева-ФМ, например, и в огромном количестве дисков и записей, когда он читает стихи. И на меня лично это производит совершенно магнетическое впечатление. Спасибо вам большое. 15 и 29 числа премьера спектакля «Вертинский русский пьеро». И я открою вам секрет, что с билетами уже напряженка. Но, может быть, что-то еще осталось. Что это будет за спектакль, Николай Сергеевич? Это будет спектакль, выстраданный мной, потому что к этому великому артисту русскому я давно принюхиваюсь, предчувствую, думаю о нем. Это было очень давно, еще в Киеве. Я впервые услышал, когда был студентом еще, на какой-то пластиночке это все. И он меня совершенно поразил. Он необыкновен, ни на кого не похож в своей интонации. Потом я его узнал, потом я читал о нем, потом я прочитал его большую книгу, потом я его видел в кино, потом уже в Петербурге у меня был спектакль в «Царском фойе», вот где будет «Вертинский» сейчас идти, был моноспектакль, такой он назывался «Мне вас не жаль, года весны моей». Это были русские романсы и русская любовная лирика. И я там встретился с актрисой замечательной, с певицей, которая мне сказала о том, что, а вы никогда, глядя на меня, она сказала, вы никогда не думали о Вертинском. Ну, я говорю, да, конечно, я думал. Короче говоря, я начал, ну, если плотнее, то два, три, может, года, начал к нему подготовку. Ну, пробовали один вариант, второй вариант. Один вариант показали Валеру Владимировичу Фокину, который показался малоинтересен, потому что хотели сделать спектакль, целый спектакль о жизни, о творчестве. Такой биографический, да? Да, биографический такой. Он дал нам совет сделать проще, взять его поэзию, взять его песенки, песни его, да, и все. И он сказал мне, мне нужен артист Мартон, вот здесь. И его чувство, и его понимание, что такое это событие в искусстве, в культуре России, в Вертинской. Что это такое? Вот это мне нужно. И зрителю это нужно. Больше там ничего больше не нужно. Я начал этим заниматься. Есть сейчас у нас режиссер Аконечников, Антон, с которым мы трудимся. Все уже на выходе. Мы действительно взяли. Это 10-12 его песен, и 5-6, наверное, секретарей. Не все. И это час 10 всего. Потому что это не огромный спектакль такой, но это моноспектакль. А на афише он называется, я даже поразился, спектакль Николая Мартона. Так написано. Ну, что мое отношение к этому удивительному артисту особенное, очень трепетное. Не потому, что это трагическая жизнь, а потому, что это высочайшая культура. И это такое понимание человека, вообще человека, женской натуры особенно. И что такое любовь, он понимает очень глубоко. И вот это мне хочется, прочувствовав самому, мне хочется это передать. Передать этой песне, конечно, так спеть, как поет Александр Николаевич, никому не удастся. И не надо даже пробовать это дело. А есть артисты, которые пробуют, не понимаю зачем. Поэтому ничего подобного не будет. Это будет артист Мартон, который будет исполнять песни и поэзию читать Александра Николаевича Гертинского. Но ведь вот эта история «Монологи в царском фойе» с вас же ведь и началась. Вы были первым, кто сделали в 2012 году, мне кажется, вышел первый спектакль. Это было тогда название «Лица и роли», да? Нет. Это назывался, этот спектакль назывался «Монологи в царском фойе». А потом он стал уже общим названием и уже присвоили этому спектаклю название «Лица и роли». Сейчас он идет как «Лица и роли». Вам комфортно, да, это вот существование в такой моноспектакле, в этой форме? Ну, в результате комфортно. Потому что поначалу это очень трудно. Я в своей жизни, сыграв 150 ролей в кино, в театре и везде, но более трудного спектакля, может, и не было у меня. Потому что оказалось, ну, это же надо придумать, взять лучшие классические монологи у Пушкина, Лермонта, у Чехова, Достоевского и Шекспира, и все это вместе соорудить спектакль, и потом это все сыграть. Вот эти переходы сложнейшие. Я приведу тебе такой пример. После одного спектакля, когда я его закончил, мне принесли цветы, я шел по коридору, в свою гримерную, сидит женщина, которая на раздевалочке у нас. Она смотрит на меня и говорит, Николай Сергеевич, Господи, на вас лица нет. Я испугался и говорю Фокину, Валерий Владимирович, может, мне перестать это играть? Потому что врачи говорят осторожнее, Николай Сергеевич осторожнее. Не перегружайте. Не перегружайте. Но я сделал паузу, не выдержать. Он мне сказал, поставьте в репертуар обратно, и я буду трудиться, я буду играть этот спектакль. Он очень, с моей точки зрения, интересен, потому что он, конечно, очень о жизни и смерти, о страстях человеческих. Там столько сказано замечательного, что я с огромным удовольствием это играю. И это, конечно, актер обязан переключаться мгновенно, с одного характера на другой, с одного ритма на другой. Идти, идти, идти вперед к Арбенину, туда в конце маскарад мой любимый. Мы прервемся сейчас на короткую паузу, друзья. И сразу после этого продолжим рекламу на 78-м канале. Николай Сергеевич еще останется в этой студии. У меня есть еще вот его диск в руках, о котором я вам тоже хочу рассказать. Далее в программе. Гость в студии – народный артист России Николай Мартон о премьере моноспектакля «Вертинский. Русский пьеро» в Александринском театре. Одна из самых громких выставок «Лето АЭС плюс Эв. Предсказания и откровения» в ЦВЗ «Манеж». Суперколлекшн-оркестра «Концерт» в Новой Голландии. Специальный гость – программный директор театральной олимпиады в Петербурге Алексей Платунов. Продолжаем программу «Неспящий». Николай Сергеевич Мартон сегодня с нами в студии. И вот у меня в руках диск к 85-летию народного артиста России Николая Мартона. Александр Блок и Осип Мандельштам. Вот я вам показываю. Избранная. Важная для вас работа тоже, да, Николай Сергеевич? Очень важная, конечно. Во-первых, Блок – мой любимый поэт. У меня есть Пушкин, Лермонтов, следующий, третий Блок идет. Но здесь есть и Мандельштам, потому что это одно время, это очень трагические судьбы наших великих поэтов одного и другого. И они впрямую, кажется, не сочетаются, а когда послушать вот одну и другую поэзию рядом, то кажется, что они очень рядом, хотя они очень разные. Я с большим удовольствием сделал эту работу. Послушайте, пожалуйста, друзья, ее можно найти, по крайней мере, в магазинах, она точно есть в дисках. Я думаю, что если, судя по тому, кто это выпустил, я имею в виду, не будем рекламировать эту контору, но я уверен, что есть цифровая версия, посмотрите. Вы знаете, мы начали же разговор со спектакля «Вертинский русский пьеро», и ведь Вертинского не взяли в театр в свое время по причине того, что у него была недостаточно четкая речь. И это совершенно поразительно, потому что вы и ваш голос – это просто отдельная часть актерского таланта, и такая марка ленинградской, петербургской речевой школы, но ведь при этом вы приехали с Украины сюда, и очевидно, что когда вы приехали, у вас должен был быть говор какой-то украинский. Было такое, да? Вы справлялись с этим как-то? Было такое. В моей семье, я родился в деревне, на село Матыжин, около Киева недалеко. Папа говорил на русском языке, мама говорила на украинском языке. Вы на Суржике, очевидно. Да, и Суржик, естественно, и так, и так, и школу я так заканчивал, и так, и так. Но когда я пришел в театральный институт киевский, там уже не было русского факультета. Уже тогда тихонечко не надо, вот будет Украина. Ну, будет Украина, я знаю украинский язык, это, в общем, мой родной язык. Я закончил театральный институт на украинском языке, играл дипломные спектакли. Я играл Пушкина на украинском языке, Сухого Кобылина, советского какого-то. А кто на украинский Пушкин перевод? Тарас Шевченко перевод, не помните? Нет, перевода не помню. Не помню. Ну, не важно, я просто так... Не помню. Рыльский, по-моему. Ну, хорошо, не важно. Вот. Но заканчивая институт, я уже знал, что я буду работать в российском театре, в русском театре. Потому что я люблю украинский язык и до сих пор его знаю. И прихожу на дни рождения Тараса Игоревича Шевченко в Академию художеств каждый год. И читаю стихи его, есть записи, кстати. Но я знал, что театр, театр — это русский язык. Он английский, он французский, но и русский язык. Украина, он мелодичный, очень красивый, там песни замечательные, петь песни очень хорошо. А в театре нужно работать на русском языке. И поэтому, конечно, говор был. Но я отработал четыре года в Симферополе, в русском театре. И там уже уходил этот говорок. Он уходил уже, потому что там были люди, которые могли мне подсказать. Я уже на телевидении тогда работал у них там. И когда Леонид Сергеевич Вивьен пригласил меня в Александринский театр, и я пришел, то я говорил уже прилично. В театре замечаний никаких не было уже. А я, первая моя работа — это «Скупой рыцарь». Я играл Альбера вместе с Николаем Константиновичем Черкасовым. Не было претензий. И это уже есть даже на пленке, это снято. И там нормально человек говорит по-русски. Нормально говорит. Но когда я пришел на радио, там был Владимир Серафимович Ермогаев такой. Он был художественный руководитель. Когда он услышал это, он говорит, «Господи, кто же это вас взял в Пушкинский театр? Что? Вивьен постарел совсем. Он глухой, что ли? Разве это можно? Невозможно?» Я говорю, «Да что вы? Вы первым мне говорили. Как? У вас радийный голос говорит. Вы, наверное, талантливый человек. Можно с вами работать, но это невозможно. Он работал со мной месяц. И взял одну работу. Он взял Пушкина. И мы с ним месяц трудились. Он музыкант был. Он на скрипке мне. Он ноту брал на скрипке, чтобы я ее слышал, как она звучит. Как она звучит по-русски. И как она звучит по-украински. Я валял дурака. Я ездил отдыхать на Украину. Вот мы с ним поработали. Записали, значит, уже нормально. Все, я поехал на Украину. На радио прочитал украинские стихи. По-украински? По-украински. Соработал денежку. Приезжаю, прихожу к нему. Он говорит, что вы дурак. Вы что? Откуда вы? Что вы сделали? Не буду с вами работать. Ну, короче говоря, это мой учитель. Он был настоящим моим учителем русского языка. Так что, вот говорю сейчас, говорят, правильно. Эталонно. Эталонно вы говорите. Вот смотрите, я вижу, что вы принесли эту книгу. А у меня есть из нее цитата. Это книга Николая Сергеевича. Знаю одно, что чуть ли не на первое место, особенно в актерском нашем деле, ставлю везение. Дар божий, пишите вы, должен быть. Ну, или талант, или способность. Это как назвать? Потом уже трудолюбие, усидчивость. Грызи, грызи. Работай. Но если тебе не повезет, это все совершенно спокойно может и мимо пройти. Книга, вышедшая в 2017 году, называется «Мне отчаянно повезло». Да. Это ваша биография, да? Это моя биография. Это мои воспоминания. Когда именно вам отчаянно повезло, Николай Сергеевич? Отчаянно повезло мне в Симферополе. На четвертом году моей жизни я был на гастролях в городе Ленинграде. Играл здесь Ромео, Ромео Джульетту. И играл здесь еще что-то. На четвертом году жизни в театре? Да, четвертый год уже в театре. Мы собирались на гастроли Ленинград. И мой товарищ по театру Чернов Евгений Кириллович, значит, написал в Пушкинский театр своему другу, замдиректору Ивану Васильевичу Яценко, о том, что мы будем в Ленинграде на гастролях. И если ты можешь, попроси Леонид Сергеевича Вивьена, чтобы он посмотрел у нас молодого артиста, который у нас есть. Мартон его фамилия, Коля его зовут, пусть посмотрит. Может, он пригодится Пушкинскому театру там. И что ты думаешь? Ведь Леонид Сергеевич уже очень пожилой и не очень здоровый человек. Он пришел в театр Комиссаржевской и посмотрел спектакль Уриэля Коста. Там был Ромео и Уриэля Коста Гуцкого. Посмотрел спектакль и пригласил меня в Александринский театр. И вот я считаю, что это и есть мое главное везение. Потому что можно было в Симферополе остаться навсегда или переехать в Свердловск или еще куда-то. Хотя меня в этот же год, когда Вивьен пригласил меня к себе в Пушкинский театр, ныне Александринку, меня пригласили еще два театра в этот год. То есть была развилка, да? Да, была развилка. В этот же год. Это театр Леси Украинки в Киеве, в моем родном городе. Соколов такой. А он только со мной в Симферополе сделал Дон Жуана. Леси Украинки, такая пьеса. Дон Жуан. И Михаил Иванович Царев в Малом театре Союза СССР тоже пригласил. И приезжал меня смотреть. Я ему показывался в европейской гостинице сцену фонтана, я ему читал «Самозванца». Вот такие предложения. Но я все-таки для меня был Ленинград, Петербург, Александринский Пушкинский театр и великие артисты Черкассов, Симонов. И вот они меня к себе притягивали. Поэтому и оказался я здесь. И считаю, что вот это мое главное везение. Потому что ведь десятки, сотни замечательных артистов. Сколько же прекрасных артистов там, в других городах. Сколько замечательных. Ну, не увидели их. Проходит жизнь, она проходит очень быстро. Вот уже 85 лет, а ее уже нет, оказывается. А там все. Поэтому не повезло. А они очень таланты, работоспособны. Я говорю, что еще нужно для этого. А везения нет. Не увидели. Вот это беда колоссальная наша актерская. Слава богу, что вы выбрали тогда Пушкинский театр, конечно. Да. А то я только про нас. Это эгоистическое сообразование исключительно. Я только об этом. Нам надо заканчивать, Николай Сергеевич. Но я прочитал в одном из интервью, что вы иногда на даче по мишеням стреляете. Ну, есть такое, да. Любите оружие, да? Да, люблю оружие всегда. Да, но сейчас уже, знаешь, Саша, уже сдал все. Все, что было. У меня одна стволочка была, пистолеты у меня, револьверы у меня были. Все с сыном мы свезли. Сказали, моим ребятам они ко мне очень хорошо относились, знают меня. Да, да, да. Все приняли. Ну, Николай Сергеевич, ну, приходите. Ну, как день поедем куда-нибудь пострелять где-нибудь. Друзья иногда меня увозят пострелять. Даже до сих пор. Да. Люблю оружие, да. Я вам желаю, чтобы вот вы так же, как точно бьете по мишеням, вы так же точно продолжали бить в наши сердца своим голосом. Спасибо. И вашим потрясающим совершенно талантом. Спасибо большое, Николай Сергеевич, что вы к нам пришли. Я вам напомню, что 15-29 числа в Александринском театре моноспектакль Николая Сергеевича Мартона «Вертинский русский пьеро». В афише стоит название. Николай Сергеевич сегодня был у нас в гостях. И я надеюсь, что вы обязательно пойдете на спектакль и на другие спектакли, в которых Николай Сергеевич принимает участие. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Мы на короткую паузу прервемся и продолжим программу «Неспящие».